Ну что делать? На самом деле заниматься активным образом жизни, вот то, что сейчас пытается сделать Антон, но сейчас его, наверное, поправят наши эксперты, наши гости у нас в студии. С удовольствием их представляем. Это Белозеров Никита, инструктор по лонгборду и Наталья Янёшина, организатор выставки спорта и активного отдыха. Вообще, на мой взгляд, сейчас кажется, погода за окном подходящая для того, чтобы вставать на лонгборд, потому что падать в снег, мне кажется, комфортнее, чем об асфальт шкряпаться. С чего начнём? Поговорим о выставке или об этих удивительных приспособлениях? Я думаю, можно рассказать буквально пару слов о нашей выставке. Она у нас очень большая, хотелось бы рассказать всё, но всё у нас, к сожалению, не войдёт в эфирное время. Выставка у нас пройдёт с 6 по 8 ноября в нашем выставочном центре Сибири. Выставка спорта и активного отдыха. У нас на выставке все смогут попробовать научиться кататься как раз-таки на лонгбордах, познакомиться с зимними видами спорта и познакомиться, безусловно, с летними видами спорта, а также экстремальным спортом. Также у нас на выставке можно будет примерить настоящую хоккейную экипировку, поиграть в кёрлинг, ну и, конечно же, получить автограф знаменитого хоккеиста и билеты на любимую игру. А кто знаменитый хоккеист будет? А это вы узнаете уже, когда выйдет к нам на выставку. Хитрость, хитрость, отлично. Я так полагаю, что, наверное, то, на чём я сейчас здесь пытаюсь демонстрировать неловкие покатухи, это не лонгборд. Это городской круизёр. Крениборд. Мимиборд. Рыбка ещё так же его называют. Это для того, чтобы мы могли сравнить, да? Это просто по городу удобно передвигаться. Он более лёгкий, взять его под руку, пройтись там. А вы принесли к нам сегодня лонгборда. Несколько видов, да, лонгборда. Рассказывайте, чем лонгборд отличается от скейтборда? Только лонгом размером и от колизёра? Они славятся большим размером. И с его парой, наверное, не так часто приходится? Тоже можно с него упасть, очень больно, потому что на нём развивается достаточно быстрая скорость. Есть даже рекорды, там, почти 150 километров с горы. Да вы что? Да, есть дисциплины такие. То есть, если что, могут сотрудники и штрафовать, если нарушать скорость. Есть просто обычные круизёры, они ничем особо не отличаются. Есть доски для даунхилла, они идут более жёсткие, более жёсткие у них подвески. Специальное покрытие, наждак, оно более грубое, чтобы фиксация ноги была лучше. Так, давайте по-русски немножко поговорим ещё параллельно с этим. Круизёр – это, я так полагаю, как раз такой городской вид транспорта для асфальта, да? Ну, грубо говоря. Городским поверхностям. А, как вы сказали, даун... Даунхилл. Даунхилл. Горой в переводе. Это для внедорожья. Нет, он тоже для асфальтовых склонов, но для серпантинов горных. У нас есть академия биатлона, где можно там покататься. На столбы также выходили с ребятами и прямо с самого верха ехали на неё. Слушайте, пожалуйста, а вы уже переобули? Резина сейчас зимняя на них или всё ещё летняя? Она летняя всегда. Всегда летняя? Не бывает шипованных для Сибири? Нет. Потому что он деревянный и зимой он не очень функционирует хорошо. Размыкает и портится. А вообще вот, наверное, много, да, действительно, вот этих устройств для передвижения по городу, которые, да, доска и колёсики. С какого лучше всего начинать знакомство вот с таким видом транспортного средства? Безопаснее всего, удобнее всего новичку? С автомобиля? Проще всего с лонгборда, с более жёсткого, вот как этот, потому что тут более стабильные подвески. Вы можете заметить, что один качается посильнее, он более манёвренный, а этот более грубый. Ну да, однозначно. Стала, тебя жена толкнула, говорит, на работу, дорогой. Мы прямо поедем. Мы с гранатографические добирались, Никита, по крайней мере. Я от остановки ехал на нём, маленько по снежку. Ну вот, видишь, то есть всё-таки работает. Да, ну это для таких отчаянных. Ай, БДДИщ! Так, они нормально? Да, ничего страшного. Вон толстойки. Хорошо, Наталья, скажите, пожалуйста, ещё, то есть на выставку могут приходить... Все желающие, вход свободный, 6 по 8 ноября, выставочный центр Сибирь. Также у нас пройдёт знакомство с нашей универсиадой 2019, можно сфотографироваться с талисманом. Это Юлайка, всем уже известная, она у нас сейчас очень популярная, очень красивая, мягкая игрушечка такая. Вот, также у нас можно получить скидки на проживание различных горнолыжных наших курортах, которые, например, также у нас Доброволок, Шарегеш, либо Яргаки, ну а также у нас... Там будут представители всех этих... Совершенно верно, можно получить подробную консультацию и приобрести уже непосредственно натуры, либо выиграть их. А как выиграть? У нас будет проходить розыгрыш, да, через соцсети, можно следить за новостями в нашей группе, и вы всё более подробно узнаете. А скажите, пожалуйста, вот какое сейчас самое, получается, молодое, прогрессивное, набирающее популярность средство передвижения или вид экстремального спорта? Вот что в городе Красноярске появилось буквально недавно, с чем можно на выставке познакомиться? Ну вот недавно это лонгборды. Лонгборды как раз. Остальное более уже давно. Лонгборды, поэтому мы можем падать. Более развит, а это новый вид. Хорошо, спасибо большое. Желаем вам удачного проведения в вашей выставке, и чтобы все ушли оттуда живые и здоровые после знакомства с лонгбордами. Я буду за этим следить. Хорошо, Никита будет за этим следить. Двигаемся дальше, Антон двигается дальше в прямом смысле этого слова. Я сейчас, я сам, я сам попробую. И расскажу сейчас, что будет дальше в нашей программе. В нашей программе будет сейчас полезный сюжет и, возможно, кровопролитие. У-у-у, полезная информация, поехали!